Микс Ньюз. Утро на Болткове. Доброе утро. Этим утром с вами Анастасия Смоловская, Абик Элкин, звукорежиссер Евгений Копейн. Стремительно мы вырываемся в эфир. Министр здравоохранения Нилза Винкела у нас уже на прямой телефонной линии. Так что обо всем остальном потом, сейчас с министром поговорим. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вы сейчас в эпицентре событий. Можно сказать, каждый день у вас и собрания, и заседания, и прочее. Работа 24 на 7. Как вы, в общем, на сегодняшний день оцениваете ситуацию с распространением коронавируса, COVID-19? Вам известно, наверное, как никому, потому что вы со всеми специалистами общаетесь. До этого дня воды, в принципе, очень хорошо держали линию фронта. К сожалению, приходится прибегать к терминологии войны, потому что у нас успешно удалось сдержать плоский темп прироста инфицированных наших людей. И выслеживать эпидемиологически то, как кто заразился. Вчера были первые случаи, когда по эпидемиологическому расследованию все-таки уже не удалось установить изначальную эту цепочку заражения. Ну, это было уже действительно, потому что, ну, во всем мире так происходит, и мы готовы к следующему, к следующему этапу. Распространяем более широко тестирование, чтобы, как возможно, по возможности в раннем этапе выявить зараженных вирусом наших сограждан и их отсылать на карантину и смотреть, чтобы, ну, удерживать это распространение вируса. Вот известно, что вводится определенное ограничение в оказании медицинской неотложной помощи и плановой, и не в острых случаях. Это будет касаться, я так понимаю, медицинских центров, в том числе и стоматологов. Может быть, буквально несколько слов, как это будет работать? Да. Сначала поправлю, не ограничивается неотложная помощь. Наоборот, а куда неотложная помощь... Да-да, я имею в виду, когда помощь не является, да, срочной, да. Да. Почему, во-первых, эти меры приняты? Потому что медики и пациенты являются более уязвимыми группами по поражению вирусом. И Италия вот упустила этот момент, когда инфекция распространилась в госпиталях, и там получился этот эпидемиологический срыв, неконтролированное распространение болезни. Потому что врачи, он как мультипликатор, он переносит это к своим пациентам, а пациенты уже по всему своему роду более приемлемы на инфекцирование. И потому, вот чтобы уберечь и медиков, и пациентов, были приняты такие меры. И есть, по анализу опыта других стран, это является одним из очагов самых опасных распространения инфекций в медицинских утверждениях. В том числе и у стоматологов. И второе такое место, которое специалисты подвергают более тщательному контролю, это все, что касается автоматологических манипуляций и операций. Потому что через слизистую оболочку, именно через глаза, вирус очень легко попадает в организм. Но хочу подчеркнуть, что если у человека болит зуб или там распухнет щека, это квалифицируется как неотложная помощь. И, конечно, нам будет предоставляться. То же касается и автоматологических операций. Если это неотложно, если это чревато потери или ухудшений в зрении, то эти операции будут проводиться. Мой совет связывается с конкретными учреждениями здравоохранения, в которых были предназначены операции или расследования, и уточнить, откладывается ли у человека то, что он ожидал, или все-таки будет делаться. Вот, как мы знаем, стоматологическая помощь, она такая все-таки особенная. Это, ну, главным образом частный бизнес, если мы не берем там институт стоматологии и там несовершеннолетних. И, ну, наверное, большинство латвийцев, у них есть свои стоматологи, есть, так можно сказать, свои стоматологические кабинеты и частные стоматологические клиники. И мы понимаем, что если нет обычной стоматологической помощи, ну, вряд ли стоматологи будут просто целый день сидеть в частном своем кабинете и ждать, придет ли к ним кто-то с остальным случаем или нет. Нет ли такой опасности, что в результате с какими-то болями люди поедут все в этот институт стоматологии или вот в круглосуточную дежурную стоматологию там на Дзерцема? Да, ну, мы в непрерывных процессе договаривания, переговоров и дискуссий с отраслью. И у нас есть договоренность, что сами вот именно частные учреждения организовывают работу так, чтобы охватить вот именно неотложную помощь. И еще, что, я надеюсь, поможет им все-таки, ну, держать открытую вот эту помощь на неотложный случай, что сегодня правительство принимает регулировку, что помощь будет оказана финансовая. Да, предпринимателям, предприятиям, предпринимателям, в том числе и медицинским, которые из-за кризиса получат уменьшение оборота на 20 или 30 процентов, если они платили налоги. И под эту формулировку, конечно, попадают в том числе и стоматологи, они же частные предприниматели, так что они смогут претендовать тоже на финансирование, финансирование, финансирование помощи, на откладывание уплаты налогов и все остальное, что предназначается и для других предпринимателей. Госпожа Винкела, вот вы упомянули, и вчера тоже мы сообщали, что действительно вирус, можно если так сказать, вышел на улицы, в магазины или там в общественный транспорт, да, и мы в то же время получаем сообщение от Литвы, что там 4 смерти в Эстонии, подтвердилось, что одна смерть уже. Мы пока без этого, и, конечно, возникает вопрос по поводу готовности системы этих аппаратов искусственной вентиляции легких. Чем мы пока можем держаться и пока у нас лучше, если можно сравнить в этой ситуации результаты? У меня очень такая убедительная просьба, и я как-то апплирую к совести наших жителей латвийцев о том, что самоизоляция в случаях, если вы возвратились из-за рубежа или у вас есть признаки, ну, респираторного заболевания, очень убедительно прошу все-таки остаться дома и выдержать эту карантину, потому что именно это самое главное, чтобы мы отдалили или даже вообще избежали такого пика, как у нас у соседей в Литве, когда у них тоже, кстати, есть случай, когда в больницах доктор был инфицирован и разносил эту инфекцию. По поводу готовности у нас готовы по Латвии 120 коек именно инфекционным по заболеваниям. Это в основном в инфекционном центре в Риге, и там все оснащено именно на лечение больных по любой инфекции. И сейчас инфекционный центр полностью освобожден и в готовности принять, если будет такая надобность, именно людей с заболеванием COVID-19. Но я очень-очень надеюсь, что мы все вместе все-таки сможем избежать этого, и наши доктора просто пройдут это через как учебу, без надобности применять свои знания на практике. По поводу вентиляционных аппаратов, то они достаточны даже при большем появлении пациентов, если надо будет их вентилировать. И у нас уже и закуплено экстренное количество этих аппаратов, и мы ждем уже доставки. И мы еще присоединились к общему тендеру Европейского Союза, запасаясь еще большим количеством. Но, как я уже говорила, я надеюсь, что общими усилиями нам это просто придется потом специально и держать в материальных дезервах. Может быть, такой последний вопрос, что касается зарплаты медработников. Когда они смогут получить вот эту вот прибавку? Я так понимаю, что нам может даже составить до 50% от оклада. Да. Значит, сегодня правительство принимает это решение. Мы начислили, посчитали, насколько медиков и персонал это будет распространяться. И в первую очередь это служба неотложной помощи, центр контроля заболеваний, семейные врачи, фармацевты тоже. Может быть, кого-то упустило. И около 4 тысячи человек это за март месяц. И эти прибавки кризисны как раз тем людям, которые реально работали с инфекцией коронавируса. И до 50% от среднего оклада конкретной категории. Но правительство приняло уже решение, что такое финансовое спасибо будет тоже и в март, и в апреле, и в мае. Но уже в меньшем объеме до 20%. И если понадобится, если этот кризис будет продолжаться, то, конечно, вопрос не станет за тем, что эти зарплаты будут продолжаться. Но это не освобождает ни правительство, ни конкретно министерство от задачи принять новую модель финансирования медиков, которые, к сожалению, немножко откладываются, потому что у нас сейчас вот такая неожиданная ситуация с кризисом получилась. Сегодня заседание правительства, и вы уже упомянули несколько раз. Могут ли быть приняты в ближайшее время, и в какое время решение о продлении чрезвычайной ситуации и ужесточении для того, чтобы как-то, ну, просьба просьбами, но мы сами понимаем, что не все соблюдают правила и, например, придерживаются... Значит, продление чрезвычайной ситуации – это не сегодняшний вопрос, но это будет приниматься, оценивая эпидемиологическую ситуацию. Но мой прогноз, что мы это будем делать в неделю до 14-го, когда уже будет более понятно, как ситуация развивается. А по поводу более жестких мер, ну, тут все время приходится балансировать то, что мы закрываем государство со всем, с возможностью проконтролировать это. И сейчас я все-таки убедительно дискутирую с нашим министром внутренних дел, потому что, на мой взгляд, у нас еще есть резерв того, чтобы полиция контролировала уже принятые меры. Да, если медики работают однозначно в полную силу, то я думаю, что министр внутренних дел может тоже более, ну, поучаствовать в том, чтобы наверняка контролировали то, что сам строительство приняло. Госпожа Инкл, наверное, такой вопрос о личных ощущениях последний. Сейчас мы знаем, что онлайн проводятся, и заседания кабинета министров, и, например, заседания Сейма будут пробовать тоже онлайн как-то проводить. Как это все происходит? Вам насколько сложно, непривычно? Какие нюансы, может быть, вы вот уже к сегодняшнему дню почувствовали? Вы знаете, у нас и у меня конкретно уже эта работа в чрезвычайном ситуации подольше, чем коллегам остальным. Мы уже тут в таком режиме уже с конца февраля. Так что, вы знаете, у меня уже ничего не берет. Я могу спокойно пять шхайповских конференций за день выдержать и еще вечером так же само с какими-то медиами интервью давать. Но это, конечно, экстренная ситуация. Это мои коллеги в министерстве. Мы, в принципе, работаем так, что мало не покажется. Но я надеюсь, что это нас все-таки убережет от развития эпидемии. Спасибо. Нам пора заканчивать отпускать министра. Спасибо за ваше время и ответы. Министр здравоохранения Нилза Винкила была у нас на прямой, на линии. Спасибо.